Добрый день, коллеги. Я сегодня расскажу вам о том небольшом прогрессе, который за последний год случился, как мы сегодня видим, так и МАКС, реакторными технологиями, и, собственно, на ваше обсуждение. Добрый день. Если посмотрим на Европу, США, у всех демо-демо, у китайцев СФЭТР, у нас обсуждаются ТРТ, ТИН, ГДМЛ, ну и гибрид проектируется. Цель у всех наших партнеров – чистый термоядный реактор, только Россия сегодня рассматривает вариант, в том числе гибридный реактор. Этот слайд уже показывался. Здесь просто лишний раз я хотел показать о том, что сегодня в мире достигнуто в плане термоядной мощности. Вот такие рекорды на джеке были достигнуты. В 1997 году, в 2021 году это все уже показывалось. Итер, два слова про Итер скажу, потому что это центральная часть проекта. Вот в таком состоянии сегодня монтаж оборудования, вы, наверное, слышали о проблемах, я тратить время на это не буду. Две катушки полоэдального поля смонтированы, стоят на месте. Один из модулей вакуумная камера сейчас в реакторной шахте, но будет выниматься и ремонтироваться. Полоэдальная электромагнитная система. На этом фото я хотел показать, что у нас большой успех в нашей стране. Это катушка ПФ-1, которая в прошлом году прибыла на Итер. Вот кооперация, которая в Российской Федерации занимается Итером. И, собственно, мы в наших работах по ТРТ базируемся на том, что опыт Итера и опыт этой кооперации в создании тех или других систем Итера должен быть, не должен быть, он реально сегодня используется. Теперь к ТРТ. Основные цели и смысл создания ТРТ состоят, вот здесь указаны по существу три главных цели. Это разработка и интеграция в рамках одной установки ключевых термоэдельных технологий. Технологии перечислены, какие у нас будут. Вот когда мы говорим о ТОКОМАКе с реакторными технологиями, мы имеем в виду вот те технологии, которые здесь перечислены. Чтобы не путаться, реакторные технологии – это технологии термоэдельного реактора ТОКОМАКа. Это не технологии нейтрона, переработка энергии термоэдельного в удобное, а именно ТОКОМАЧные технологии, которых у нас на сегодня на самом деле нет. Мы говорим, что они вот как бы многие считают, что они есть, на самом деле их надо создавать. Вторая главная цель – это интеграция технологических разработок в российскую программу ОТС. Вот мы говорим, что Россия получит 100% технологии ТЭРа за то, что она вложит 10% вклад. А как она их получит? Она их может получить только на свою установку, на свою внутреннюю программу, если таковая в ней будет. Вот ТРТ – это смысл создания установки ТРТ – это получение технологии ТЭРа на российскую почву. Ну и пионерские исследования работы ТОКОМАКа в квазистационарных режимах. Машина, я дальше покажу, здесь видно, она больше 100 секунд. И в этом смысле это будет первая машина с режимом более 100 секунд в Российской Федерации. И в этом смысле главная цель – это работа в квазистационарном режиме с термоядерной плазмой, что очень важно. Раньше мы говорили с Q больше единицы, сейчас анализ работы над машиной все больше нас убеждает в том, что с ТРТ в этой машине будет очень тяжело эксперименты проводить. Имеется в виду ТРТ 50 на 50. С небольшим количеством ТРТ масштаба 1% возможно, с большим количеством вряд ли. Поэтому здесь написано с эквивалентом Q больше единицы. Ну и, как я уже говорил, ТРТ разрабатывается, он интересен для обеих ветвей, как для чистого термояльного синтеза, шага в чистый термояльный реактор, так и для гибрида. Вот здесь показаны параметры ТРТ в сравнении с другими проектами, которые мы посчитали нужными сравнить, которые в мире реализовывались. Собственно, смысл этого слайда – показать, что эта машина создается как лучший Токомак на планете. То есть подход у тех авторов, которые ее создают, они хотят не просто какую-нибудь машину создать, которую мы можем или которую в силу каких-то обстоятельств надо создать, а речь идет о том, чтобы создать машину, которая будет интересна зарубежным партнерам, и они захотят сюда прийти. Поэтому я настойчиво держу слово ТРТ в названии, не ТРТ, а ТРТ, имея в виду, что это, конечно же, будет международный проект в России, а не… это будет чисто наш отечественный проект, но он будет интересен и должен быть интересен нашим зарубежным партнерам, по крайней мере, и Теровским. Как проект выглядел на конец 2021 года? Вот, собственно, в 2021 году, в конце мы закончили год с концептуальным проектом. Вот здесь показаны, вот все картинки, которые вы здесь видите, все созданы в НИИФА, поскольку НИИФА – генеральный конструктор центральной части машины, всего, что внутри криостата точно. Вот здесь красным особенности, особенности этой машины, что обеспечивает смысл ее создания, для чего она создается. Высокое магнитное поле и ВТСП. То есть вся электромагнитная система из ВТСП материалов для того, чтобы обеспечить высокое магнитное поле. Какое? Вот хотелось бы как можно выше, но вот на сегодняшний день инженерные ограничения дают нам возможность говорить о восьми Тесла, пока не больше. Классический токомак – это очень важно. То есть не токомак с низким аспектным отношением, а токомак классический, с аспектом выше тройки. Высокое магнитное поле позволяет обеспечить компактность, а значит цену удовлетворительную. Квазистационарность, я уже говорил, 100 секунд – отличительная черта. Высокий ток позволяет обеспечить удержание быстрых частиц в этой машине, с тем, чтобы изучать физику быстрых ионов, но и не только, и режимы получить. Высокая плотность. Значит, разработка технологий дополнительного нагрева, которые реакторы совместимы. Какие? Ну вот, я дальше буду говорить. Значит, здесь у нас все три метода доп. нагрева просматриваются, и генерация тока с помощью геликона тоже рассматривается. Реакторная плазма. Значит, вот на том этапе мы, как я уже говорил, ДТ-эксперимент смотрели 50-50, но вот сейчас смотрим масштабы 1%, не более. Здесь показана еще раз электромагнитная система, основные ее характеристики. Для того, чтобы эту электромагнитную систему реализовать, конечно, нам нужны проводники. Значит, сегодня несколько прототипов проводников изготовлено. Предложение и со стороны НИИФА имени Ефремова, и со стороны Сытникова Виктора Евгеньевича, и со стороны Курчатского института. Значит, прототипы эти изготавливаются, и в ближайшее время мы очень надеемся провести тестирование именно тех проводников, которые имеют отношение к запросам этой машины. Вакуумная камера выглядит примерно вот так. Здесь видны патрубки, что очень важно для диагностики, прежде всего, и для методов дополнительного нагрева. Принципиально то, что вакуумная камера двухслойная, вот здесь толщина 220 миллиметров, и более на внешнем обходе. Двуслойная в том смысле, чтобы с водяным охлаждением снимать то энерговыделение, которое из машины идет в огне. Значит, мы, исходя из опыта на всех успешных крупнейших международных проектах, основную ставку поставили в этой машине на нагрев нейтральной инжекции. Поскольку плотность очень высокая, то можно обсуждать только энергии в диапазоне пол-МЭВа и 700 КФ и до МЭВа. Это значит отрицательные ионы. Нейтральная инжекция через источники отрицательных ионов. В машине предусмотрено три косых патрубка с тем, чтобы в каждом из таких патрубков расположить по два инжектора под разными углами, входящими в плазму, с тем, чтобы обеспечить и нагрев, и поддержание температуры плазмы, и генерацию тока за счет вот этих инжекторов. Значит, вот здесь показаны расчеты для различных плотностей плазмы в ТРТ. Я уже говорил, что там проектная величина 2 на 10,14 или 2 на 10,20 плотности, но вот эти расчеты показывают, что генерация тока эффективна где-то в районе пятерки на 13. То есть вот уже эти расчеты показали, что а, генерация тока, вот эти кривые, это эффективность генерации тока. Значит, 5 на 13 до 10,14 генерация тока более-менее имеет какие-то эффективные значения. Что касается поглощения пучка в плазме, то тоже в этих энергиях пучки при разных энергиях практически полностью поглощаются. Здесь показаны тоже в зависимости от плотности расчеты параметров ТОКОМАКО ТРТ и видно, что Q не очень зависит от плотности. То есть совершенно нет необходимости нам идти на максимальные проектные параметры, достаточно работать при плотностях масштаба 10 в 14 и менее, и при этом иметь достаточно высокое Q, при этом термальная мощность будет достаточно высокой, здесь она, видите, на насыщение выходит, и мощность доп. нагрева уже нужна не такая высокая, как при больших плотностях, а, как говорится, миссия установки будет достигнута. Проведен большой анализ работы дивертора этой машины, здесь показаны расчеты, сделанные Андреем Серафимовичем Кукушкиным, значит, и выводы этих расчетов тоже привели к тому, что и ток 5 мегаамперов, и мощности высокие, здесь практически окна для работы машины, она очень узкая, либо отсутствует, а вот при понижении параметров до 10,20 и тока до 4 мегаампер, мы уже получаем довольно широкое окно режимов работы машины уже с точки зрения дивертора, то есть это приводит нас к тому же диапазону параметров, о котором я ранее говорил, из-за генерации тока пучков. Здесь вот показана идея Игоря Мазуля, о том, что при установке дополнительных витков и пропускании синосоидальных токов в дополнительных витках, расположенных в районе дивертора, можно качать сепартрису и таким образом размазать плотность мощности, выделяемую на пластинах дивертора в довольно широком диапазоне, вот здесь плюс-минус 75 миллиметров колебания можно организовать, и это позволяет тоже расширить диапазон режимов работы дивертора, но все равно мы остаемся вот в том диапазоне, о котором на предыдущем слайде я говорил, то есть 4 мегаампера и понижим мощность дополнительного нагрева. Вот здесь показаны профиля, которые были рассчитаны для режимов 5 мегаампер. Для чего я здесь этот слайд хотел вам показать? Значит, здесь важно то, что те методы нагрева, которые мы для этой машины рассмотрим, они позволяют реализовать неосевую генерацию тока, это значит управлять профилем тока в машине, а это значит управлять режимами удержания, а их исследовать, бы ими управлять. Такая возможность в машине остается в довольно широком диапазоне параметров, но тоже в области 10-20 плотности. Возможности по равновесным конфигурациям, они вот здесь представлены. Флагманский наш режим, это 1-0 дивертор, он здесь показан. Основные режимы мы, конечно, рассматриваем с 1-0 дивертором, но также есть в принципе опция работы, когда у тебя плазма с двумя диверторами, с верхним эффективным дивертором. Экспериментальная возможность такая есть. Кроме того, есть возможность, когда в верхней части плазменного шнура можно организовать и отрицательную треангулярность, с тем, чтобы поисследовать режимы вот в такой магнитной конфигурации. Вот здесь показаны пассивные витки, которые для равновесия удерживаются. Сейчас анализ идет, и мы, вот в частности, сегодняшнего дня вопрос, это возможность использования активных витков внутри вакуумной камеры, так как это сделано на ТКМК и ДТТ, будем в ближайшее время, конечно, это с коллегами из НИИФА смотреть еще дополнительно. Ну вот я уже говорил вам, что главная система дополнительного нагрева у нас нейтральная инжекция. Помните, я говорил, что два инжектора в одном косом патрубке, в каждом из трех косых по два инжектора. Вот так примерно сегодня видим конфигурацию этих двух инжекторов с тем, чтобы вот так вверх и вниз по отношению к реальной плоскости машины заводить источники. Здесь написано H-, но, конечно же, имеется в виду H-, либо D-, смотреть. По сегодняшним достигнутым параметрам вот мы видим, что можно получить 7 мегаватт водорода, либо 5,7 мегаватта дейтерия в каждом из трех патрубков. То есть, значит, умножаем на 3, получаем масштаба 20 мегаватт водорода или почти 20 мегаватт дейтерия. В этой машине можно реализовать. Второй очень серьезный метод доп. нагрева, серьезный по мощности. Мы ожидаем по крайней мере 10 мегаватт. Электронный циклотрон в области 230-260 гигагерц. Наши коллеги из Нижнего Новгорода как раз вот сейчас первый прототип такого геротрона сделали, и он сейчас приступает к испытаниям. Специально под запросы TRT делается геротрон на вот этот диапазон частот. Мы имеем в виду, что либо через один патрубок, вот так нижегородцы прописали возможную конфигурацию 12 пучков от 12 геротронов через один экваториальный патрубок с тем, чтобы заводить излучение вот по таким углам и тоже использовать не только для нагрева, но и для карен-драйва с той эффективностью, с которой это будет получаться. Но также смотрим и возможности использования не одного патрубка, а двух патрубков с тем, чтобы, может быть, и повысить эту величину 10 мегаватт, если в этом будет необходимость. Йонциклотронный нагрев и генерация геликонами очень надеемся на то, что нам удастся организовать эту работу для Токамака ТРД. Почему? Потому что, я на этом еще остановлюсь, диапазон частот здесь вот такой необходим. Почему для ТРТ это очень актуально? Потому что можно в этом диапазоне частот заниматься как нагревом через гелитрии, тритоны, вторую гармонику, так и через фундаментальную частоту для дейтерия, бериллия, лития и бора, которые ожидаются как примеси в этой машине, потому что первая стенка бериллиевая, работа с литием также предполагается, но и баронизация в этой машине также рассматривается. Поэтому все вот эти схемы нагрева, в том числе и трехионные, просматриваются. Генерацию тока, ну, не вычеркиваем пока из проекта, генерацию неиндуктивного тока с использованием геликонов, очень надеемся, что здесь у нас все-таки физико-технический институт имени Йоффи подключится к проекту, и вот эти части проектной деятельности по ТРТ будут в кооперации и прежде всего силами ФТИ имени Йоффи и НИФА имени Ефремова, которые уже подключились и работают. Теперь про 22-й год. В 22-м году у нас был госконтракт, 38 миллионов, госкорпорация финансировала, из них 12 миллионов был субподрядный договор с Курчатским институтом. Цель была обоснование программы исследований и дальнейшая разработка диагностических систем. Я сейчас на этом немного остановлюсь, расскажу. Основные цели вот здесь изложены, которые сегодня анализируются при расчетах режимов машины, которые теоретики ведут Сергей Владимирович Коновалов организовывает эту работу с теоретиками в Курчатском институте и не только. Подключился политех, очень надеемся, что с Рожанским будет взаимодействие очень эффективное. Цели и задачи ТРТ анализируются. Основные элементы стратегии геоскопередальной программы рассчитываются. Примерно на 10 лет мы программу рассчитываем. Ну и они включают в себя вот стратегия такой. Стратегия работы машины вот такая. Мы думаем, что начнет, будет стадийная работа. Начнем, конечно, с водородной стадии. Ну и далее будет Детерий. И в каком-то объеме третий, но я на этом остановлюсь позже. Чуть-чуть. На этом слайде мы сравниваем. У нас очень близкие параметры между машиной, геометрические, между ТРТ и ДТТ. Это итальянский проект. Но ДТТ машина не обитриолова, низкотемпературный сверхпроводник, поэтому поле здесь максимальное 6 Тесла. Мы рассматриваем 8 Тесла. То есть эти две машины геометрически близки, а по параметрам отличаются полем вот 6 и 8 Тесла соответственно. Но тем не менее, конечно же, мы просматриваем все те технологические разработки, которые в ДТТ применены. И их постоянно анализируем на предмет оптимизации конструкции ТРТ и оптимизации криостата и оптимизации, может быть, как я уже упомянул, активных витков для равновесия плазмы в ТРТ. Значит, вот здесь показаны расчеты операционных режимов в этой машине. Вот видите, здесь время масштаба 150 секунд стоит, ну, масштаба 100 секунд полка. Значит, вот так мы видим плазму в этой машине по расчетам. Здесь расчеты для 5 мегаампер, но для 4 мегаампер будут близкие конфигурации. Пониже будет плотность, мощность дополнительного нагрева, пониже будет плотность. Выполнен анализ операционных режимов в 2022 году для ТРТ в том смысле, что вот здесь показана мощность нейтральной инжекции, и в том числе есть точка 0, когда нейтральной инжекции нет, а мы всю мощность, весь доп. нагрев электронным циклотроном обеспечиваем. И вот одна из важных точек, которая была получена, что мы эффективное Q или эквивалентное Q единица, близкое к единице, можем получить за счет только электронно-циклотронного нагрева. То есть, в общем, это дает почву для размышлений относительно того, что вот комбинированное применение электронного циклотрона и нейтральной инжекции может быть где-то вот и в этом диапазоне параметров. То есть, не обязательно идти на 20 мегаватт нейтральной инжекции, но можно и в широком диапазоне по мощности нейтральной инжекции поиметь реакторную плазму в этой машине. Были в 22-м году проанализированы режимы теплового срыва. Моделирование Диной проведено. Вот здесь показаны рассчитанные нагрузки и электромагнитные нагрузки и тепловые нагрузки на элементы конструкции ТРТ. Эти расчеты сейчас проводятся для того, чтобы понять, какие инженерные требования есть к конструкциям ТРТ, потому что сегодня параметры машины определяются по существу предельными нагрузками, которые на элементы конструкции осуществляются. Также, поскольку ВТСП электромагнитная система и полоидальная, и тороидальная, и центральный соленоид ВТСП, диапазон температур, в котором ВТСП у нас будет работать 5-20 Кельвина, но если машина с Тритием, в данном случае этот расчет для Детериевой машины, для Детери Тритиевой, то в вакуумной камере и в элементах электромагнитной системы очень критично, какая мощность выделяется. Поскольку в машине нет бланкета, по существу нейтронный поток и гамма-поток, который выходит из машины, полностью защита является только толщина в вакуумной камеры. поэтому такие расчеты были проведены, МСМП расчеты для энерговыделения в элементах электромагнитной системы, с тем, чтобы понять, можем ли мы обеспечить функционирование электромагнитной системы в диапазоне 5-20 Кельвина в режимах с Детерием и с Детерией разряды. И результаты этих расчетов показывают, что с Детерием у нас нет проблем, то есть мы 100 секунд и 150 секунд разряды можем с точки зрения энерговыделения в электромагнитной системе реализовать, а вот с Тритием мы ограничены. То есть если бы у нас, если мы сегодня будем планировать 50 на 50 Детери-Трити разряды, то не более 5-10 секунд может быть разряд до выхода из температурного диапазона. Поэтому это одна из причин, по которым мы просматриваем сегодня эксперименты с Тритием только в очень ограниченном диапазоне как по концентрации Тритием, так и по времени. Очень интересная машина 8 Тесла магнитное поле. Это значит, вы удерживаете быстрые ионы очень хорошо. Что в общем в других машинах в мире, в которых нет такого поля, такой опции нет. Поэтому у вас возникает в принципе возможность у экспериментатора не только ДД эксперимент планировать, не только ДТ, но и посмотреть другие типы топлива термоядерного в этой машине. А с учетом того, что первая стенка бериллиевая, и как я уже говорил, есть опции работы с литиевой первой стенкой, и есть опции работы с бронизацией, когда у вас первая стенка борсодержащая, то у вас в принципе возникает довольно большие концентрации примесей до 2%, 1,8%, 2% либо лития, либо бериллия, либо бора, и вы к вашему нейтронному балансу, даже если вы работаете в ДТ-ритериевой чистой плазме, вы к нейтронному выходу ДД и тому, что получится от ДТ, из-за того, что тритий нарабатывается в ДД-реакциях, вот этот тритий, вы дополнительно получите и вот эти нейтроны, которые нарабатываются, их может оказаться масштаба 10-50% от ДД-нейтронов, потому что вот такие сечения, вот я здесь подобрал из литературных данных сечения, которые есть для этих соответствующих реакторов, скорости реакции и мощность и энергия, энергия реакции, то есть мы получаем благодаря тому, что очень высокое магнитное поле возможность а, генерить вот быстрые ионы, соответственно, исследовать их поведение в этой машине в этой машине соответственно, исследовать в одной машине в совершенно одинаковых условиях эффективность различных термоэльных топлив. Это очень выделяет этот эксперимент от других. Дегелий-3 здесь тоже, потому что нет никаких ограничений и более того, когда я говорил про ионоциклотронный нагрев, там есть схема ионоциклотронного нагрева, когда нагрев идет через гелий-3 добавку, то есть дегелий-3 эксперимент тоже в этой машине реализовывается. здесь показаны собственно сечения тех реакций, которые были в прошлой таблице. Детерий-3 ДД, это дегелий-3, это у нас протон-бор, вот это у нас здесь есть и Делитий, ну кроме того еще есть протон-берилей. То есть в этой машине возможны эксперименты и исследования реальной экспериментальной эффективности различных топлив для термоидного реактора. В 22-м году была большая деятельность проведена по анализу, какие диагностические методы возможны и целесообразно на ТРТ. Сейчас я покажу те диагностики, которые сегодня находятся на разных этапах анализирования. Курчатский институт посмотрел в частности электромагнитную диагностику, как она могла бы выглядеть, из чего состоять, из каких зондов, как могла бы быть сконфигурирована на установке ТРТ. Институт ядерной физики диагностический инжектор для ТРТ посмотрел через, ну, здесь есть варианты, как через положительные ионы, так и через отрицательные ионы. Мы склоняемся к тому, что инжектор на отрицательных ионах будет очень эффективен здесь. Потоки атомов перезарядки физико-технический институт проанализировал. Здесь показано, что они посмотрели несколько корпускулярных анализаторов, которые смотрят как с этого ракурса, так и вот здесь проанализировали дополнительный косой патрубок для того, чтобы смотреть ионную температуру и териодальное вращение. Диагностика на основе алмазных спектрометров. Мы посмотрели расположение трех детекторов, которые под разными пичуглами смотрят на плазму из вертикального патрубка и из косого патрубка тоже система из двух или трех детекторов, которые могут смотреть перенос быстрых ионов как от нагревных инжекторов, так и те, которые генерятся в процессе термальных реакций различного типа, их удержание и перераспределение между различными магнитными поверхностями в терке. Нейтронная диагностика вот так просматривается сегодня радиальная нейтронная камера с тем, чтобы профиль нейтронов, профиль яркости ТРТ в нейтронном излучении измерять. Мониторы нейтронного потока вот здесь показаны два коллиматора, за которыми предполагается ставить мониторы, которые А по этой в корде Б по этой и вот интегральный коллиматор вот здесь. Вот так монитор нейтронного потока сегодня просматривается. Гамма и рентгеновского излучения работа физико-технического института. Вот так смотрится гамма-камера. Мягкий рентгеновский диапазон, многоракурсные измерения с тем, чтобы смотреть в том числе и на дивертор, и на обеспечить томографию в рентгеновском излучении. Спектрометрия рентгеновского излучения, также вот концепция была посмотрена. Радиационные потери, то есть баллометры, вот здесь видите, ракурсов были проанализированы как для дивертора, так и для основной плазмы, и для периферии. Указаны, получены временные разрешения предложенных комплекс систем. Вторая гармоника Курчатского института анализ был проведен для АЦИ излучения, для определения характеристик электронной компоненты плазмы. Томпсонское рассеяние, здесь дискуссия еще идет по интеграции, но вот авторы рассмотрели такую концепцию, когда луч заводится либо через косой патрубок, либо через зеркало, которое здесь устанавливается, и рассеянный сигнал собирается в соседнем патрубке. Но еще раз говорю, вот здесь в 2022 году смотрели только принципиальные возможности различных диагностей, какие они могут обеспечить параметры для машины. Интеграция это предмет работы 2023 года и последующих лет, поэтому реально в какой патрубок сядет, какая диагностика это еще предмет работы. Спектрометрия водорода линий примеси смотрели как для дивертора, так и для периферии основной плазмы. Профиль Motion Stark эффект очень важен важная диагностика в этой машине, поскольку будет вестись оптимизация профилей тока прежде всего и генерации тока, то, конечно, эту диагностику мы обязательно должны в машину интегрировать. Работа начата, но пока она в процессе. Рефлектометрия, как и в Этере, смотрится рефлектометрия со стороны сильного поля, вот здесь показана концепция, как это может быть сделано в ЦРТ. И все вот эти работы по диагностике, они приводят к тому, что, иногда говорят, рано начали с диагностикой, позже. Давайте попозже начнем, это сейчас еще не время. Нет времени, потому что диагностика уже сегодня влияет на конструкцию камеры. Вот мы с нашими коллегами из НИИФА постоянно по требованиям диагностов, вот уже сегодня корректируется положение экваториального патрубка, было приподнято по требованию диагностика. По требованию диагностики смотрим, где будет находиться стенка криостата, ее приближаем с тем, чтобы как можно большее покрытие плазмы, чтобы патрубки были не очень длинные, чтобы все-таки можно было покрытие плазмы организовать, но и другие вопросы, поэтому, конечно, мы не считаем, что эта работа начата рано, она начата вовремя, поскольку она влияет, собственно, на проектные решения, которые по машине сегодня применяются. Очень важные вопросы управления машиной, пока мы к этому еще только на уровне подхода находимся, но управление в этой машине будет ключевым предметом, ну, что ли, программы исследований, и здесь очень важно, чтобы те коллективы, которые сегодня уже начали участвовать в работе по ТРТ, они имели дистанционную возможность в этих экспериментах участвовать. Здесь активно ведется работа по созданию единого информационного пространства, оно ведется для всех наших программ УТС, но и как бы для ТРТ это будет совершенно необходимая компонента с тем, чтобы в вопросах сбора данных, в вопросах эксплуатации диагностики, в вопросах эксплуатации методов нагрева наши коллеги из различных научных центров страны имели возможность дистанционно участвовать. В 2023-2024 году у нас сейчас договор на стадии подписания, вот такие работы запланированы, дальнейшие работы по разработке программы исследований с разработкой максимально широкого диапазона параметров, разработка концептуального проекта диагностического комплекса, уже вот то, что я говорил с учетом того, что нужна интеграция. В 2023-м году это вот такой календарный план, я просто вам хочу, чтобы вы видели, какой календарный план в этом договоре прописан. Второй этап 2023-го года вот здесь определение состава диагностического комплекса, анализ интерфейсов между диагностическим комплексом и подсистемами, в 2024-м году уточнение корректировка программы исследований, выработка предложений по оптимизации характеристик системы, уже дополнительного нагрева, выработка предложений по совершенствованию стратегии жидкометаллической первой стенки. В конце концов, мы в 2024-м году имеем ввиду выпустить не финальную, но на том этапе программу исследований, иметь концепции систем дополнительного нагрева, иметь интеграцию диагностического комплекса на ТРТ и иметь концепцию, как будет организована система сбора данных в управлении установкой ТРТ. Вот здесь в одной таблице собраны основные планируемые результаты на 2024-й год. Более подробно, как мы сегодня это себе представляем и какие институты и центры здесь у нас должны по нашему видению ключевую роль играть в достижении соответствующего результата. Ну и про 2030-й год. Мы имеем ввиду, что к 2030-му году машина вполне может быть в основном изготовлена. Она, конечно же, не будет запущена, мы не успеем начать на ней какие-то пусконаладочные работы, но ключевые элементы машины вполне могут быть созданы и смонтированы на площадке. Площадкой мы рассматриваем 220-й комплекс комплекс ТСП в Тринити, в Троицке. Значит, это вот относительно я потратил весь доклад на то, чтобы показать вам статус работ, как идет проектирование, но некоторые вопросы должны решаться сегодня, для того, чтобы проект шел. Самый главный вопрос это ну понятно, что разработка программ исследований, то о чем я говорил, разработка проектов инфраструктуры в Триньхи, это вопрос сегодняшнего дня, но эти работы по госконтракту с госкорпорацией Троицкий институт ведет. Создание ВТСП сверхпроводников, то есть мы исходим из того, что главной изюминкой этой машины является поле 8 Тесла, которое достигается только ВТСП сверхпроводниками. Да, лента ВТСП у нас есть в стране, у нас самый лучший производитель мировой, компания СуперОкс находится в Москве, у них лучшая лента на планете сегодня, но у нас нет проводников, у нас для этой машины сегодня проводников нет. И это вопрос сегодняшнего дня, если мы в ближайшее время не организуем, в том числе и под руководством Игоря Юрьевича, присутствующего здесь, вот эту работу по изготовлению сверхпроводников для ТРТ, то этот параметр будет определять движение проекта в целом. Очень важно организовать сотрудничество между Тринити и ИАФом по созданию стенда нейтральной инжекции в Троицке. Испытания геротронов уже начались, как я говорил, в Институте прикладной физики. ИОН циклатронный нагрев очень большие надежды на то, что физико-технический институт подключится. Нужна и ведутся работы по литиевой первой стенке. Ну и далее, вы видите, я все читать не буду, и, конечно же, кооперация с программой Т15-МД, потому что многие вопросы являются предметом, я заканчиваю, являются предметом работ на Т15-МД. Здесь в заключении хочу сказать, что режимы, которые мы запланировали, они проведенными расчетами подтверждаются, что они реализуемы в этой магнитной конфигурации и с этими параметрами. И основные цели, ради которых машина создается, они также достигаются, здесь они перечислены, вот эти основные цели проекта. Спасибо за внимание. Спасибо, Анатолий Витальевич. Так, вопросы. Спасибо большое за доклад. У меня несколько вопросов. Можно, пожалуйста, включить слайд, где показывался расчет сепаратрисы, в том числе с отрицательной треугольностью. Этот? Там было три варианта, но главное, чтобы всю камеру... Вот этот, да. У меня такой вопрос, а не рассматривался ли вариант дивертора более наклонного, так скажем, чтобы пятно контакта было большим по площади, чтобы можно было размазать мощность выходящую по большей площади. Ну, вы видите, здесь угол очень острый между сепаратрисой и пластиной дивертора во всех, поэтому, конечно же, разработчиками является здесь Нейфа Эльминифремова и Игорь Мазуль и его команда. Опыт Этерра в полной мере используется, но разработки еще ведутся, потому что мы смотрим несколько, ну, они смотрят несколько вариантов этого дивертора, в том числе и инновационный дивертор с такими скачающимися пластинами, когда не просто под оптимальным углом, но еще и пластина качается. Я не знаю, насколько технически это реализуемо, вот идея скачения с движущимися пластинами дивертора, разработка покажет, но что еще вот Кукушкин в своих расчетах, Андрей Серафимович, к сожалению, нет его с нами уже, и Леонова нет с нами, которые внесли существенный вклад в этот проект, в разработку. Я хочу сказать, что активный напуск газа, то есть газовый дивертор, идея, которая и в Этерии сегодня анализируется, она также здесь просматривается, то есть, конечно же, наши коллеги из Италии, они вообще назвали свой эксперимент ДДТ, диверторный эксперимент, название машины. Здесь, конечно, сам существенная часть физики будет связана с дивертором, поэтому дивертор еще будет оптимизироваться, будет смотреться, как в этом диверторе можно литий использовать, можно ли использовать литий. Я думаю, что программа Т-15 нам сильно об этом поможет. Спасибо. Еще вопрос такой, можно, пожалуйста, слайд с общим видом установки? Он чуть раньше был. Общий вид установки? Да, трехмерная модель там была. Ну, вот этот, да. Вопрос такой, в чем логика того, что от магнитной системы до криостата сохраняется еще какое-то расстояние? Ну, не дешевле ли было бы приблизить стенки криостата к магнитной системе? И с точки зрения диагностики, казалось бы, тоже попроще должно быть. Нет, вот этот слайд я хотел показать. Вот, собственно, вы задаете вопрос, который мы вот на этом слайде хорошо проиллюстрируем. Вот видите, вот здесь очень близко у ДТТ между стенкой криостата и магнитной системой. Они уже провели оптимизацию конструкции криостата. Видите, он уже и вот здесь подрезан, поближе подведен такой. У нас этого всего пока нет. Но это не значит, что мы, что НИИФА заморозил эту конструкцию. НИИФА еще будет оптимизировать и такие сейчас работы ведутся. Можно ли вот это расстояние, большой радиус криостата уменьшить? Может быть, на полметра, может быть, на метр. Почему это не сделано вот на предыдущих этапах? Потому что пока мы не полностью чувствуем, что у нас в криостате, какое наполнение. Когда будет большее понимание наполнения криостата в нашей машине, мы сможем, НИИФА прежде всего, сможет понять, насколько может быть радиус криостата уменьшен. Тем, чтобы его приблизить, как вы спрашиваете, к электромагнитной системе. Понятно, спасибо. И последний вопрос. Вы сказали, что некоторые отрасли надо будет создавать с нуля, поскольку у нас сейчас их нет. И вот в этой связи такой вопрос. Не рассматривали ли вы по созданию какой-то промежуточной установки между, скажем, Т-15, сейчас будет крупнейший ТКМАК в России вводиться, и ТРТ? Ну, что-то масштаба джета или GT60 Super Advanced, чтобы на этой установке отработать какие-то промежуточные стадии новых технологий. Спасибо. Понимаете, ключевая новизна этой машины это ВТСП. Если вы делаете ВТСП машину, значит, на самом деле это как локомотив, как паровоз, который тащит за собой колоссальное технологическое развитие ВТСП индустрии в стране. Ну, я уже сказал, что лента у нас есть. Лента это технологическое развитие Россия прошла и лидер. Дальше надо сделать ВТСП проводники, из которых сделаны. Они разные. Для центрального соленоида один тип, для полоидальных катушек другой, для тероидальных третий. То есть очень важно, что вообще любой ТКМАК, это у нас такой, значит, и ТЭР, и все остальные, он локомотив технологического развития соответствующих. Поэтому это тоже не будет исключением. Если мы не делаем ВТСП машину, то сразу все другое. Сразу не ТРТ, сразу все другое. Вы сказали джет, джет, медная машина. Значит, если делать медную машину, мы думали, можно ли сделать медный ТКМАК, ну, из нормальной проводимости. Колоссальное потребление энергии. У нас нет такого места, ну, мы не знаем, я не знаю, в московском регионе, вообще в европейском регионе, где есть такая энергетика. Для того, чтобы медную машину вывести на такие параметры, все-таки главный флажок, технологический флаг ВТСП, а главный плазменный флаг, это 100-150 секунд. мы хотим стационарный или квазистационарный импульс. В медной машине немыслимые потребления от сети, которых сегодня мы не знаем, где взять. В сверхпроводящей машине это можно. Дальше один из главных флажков это 8 Тесла. 8 Тесла это только ВТСП. Наши коллеги из СВЭЛа говорят, давайте сделаем из нее битреолова машину. Есть такие предложения. Освоено, благодаря проекту ИТР у нас производство есть, но это 6 Тесла. Тогда возникает вопрос, чем мы отличаемся? Зачем мы строим машину, которая повторяет ДТТ итальянский? Казалось бы, можно было сделать машину поменьше масштабом, использовать тот же ВТСП и сделать даже еще большее поле на оси плазмы. Вот в таком ключе у меня вопрос. Поменьше машину сделать сложно, потому что уже сегодня центральный соленоид, он, понимаете, вы ограничены, у вас все завязано, у вас не только механическая прочность катушек, вот Игорь Юрьевич здесь сидит, ему, наверное, проще ответить на этот вопрос, но я бы сказал так, что если вы сделаете машину компактнее, у вас центральный соленоид должен иметь меньший радиус изгиба. Мы здесь везде проходим на граничных опробованных радиусах, которые сегодня эксперименты показали, что техника работает. Если пойдем в большие изгибы сверхпроводника, ну, как бы вещь в себе становится. Спасибо. Еще один вопрос, пожалуйста. стоит. У меня короткий комментарий. Во-первых, суперпроект, мне очень нравится, всяческих удач вам. Комментарий такой, ну, во-первых, если вы спрашивали про место, то, пожалуйста, сосновый бор, там вам энергетика, прямо от поставщика, так сказать, и финский залив, все там построить можно. Вот, еще я бы хотел вам предложить подумать, как раз промежуточная установка, вот второй этап третьего глобуса, он предполагает использование теплых сверхпродников, и я думаю, что это случится быстрее, чем построить ТРТ, так что вы подумайте, может, как-то использовать этот момент, так сказать, для строительства ТРТ. Вот, вопрос у меня вот какой. Значит, Итер, вы, наверное, лучше меня знаете, сейчас отказывается от бериллиевой стенки, да, в пользу какой-то другой. Вот, что вы думаете по этому поводу, что у вас-то бериллиевая была, и вроде как литий жидкий, есть у вас такие познавления, нет? Спасибо. Значит, что касается Итера, дискуссия идет, решение, какое будет, я сейчас не берусь предсказать, наши специалисты по плазмо-стенка и по первой стенке активно участвуют в анализе бериллий или вольфрам. В Итере предложено отказаться от бериллиевой первой стенки в пользу вольфрамовой первой стенки. Значит, очень такое судьбоносное решение может вообще угробить Итер. Поэтому сейчас идет такой анализ глубокий. Вот, конкретно пятницу на этой неделе большое совещание. Итер проводит три часа, десять докладов. Взгляд Итера, почему они это предлагают. Ну, планетарное совещание, все будут по видеоканалу подключены, все партнеры. Я думаю, наши все будут участники и Новосибирск, и Петербург, и Нижний Новгород. Все, кто хочет, участвуйте. У кого есть интерес, приезжайте, в МИФИ будет подключение. Будем слушать международную организацию в пятницу с двух до пяти вечера. Их взгляд, почему они на это идут. Я знаю, почему они на это идут, но все не дураки, все понимают риски. Риск с тем, что берилли просто не даст по разряду даже разгореться. Поэтому этот анализ ведется. Поэтому у нас пока Итерлайк стенка, Итерлайк внутренней компоненты. Что Итерлайк? Это значит бериллиевая первая стенка, больфрамовый дивертер. Значит, но мы при этом делаем шаг к литию. Что такое сделать шаг к литию? Это значит, что все ваши конструкции в Итере не литий совместимые конструкции. Там есть латунь, там есть бронза, которая не совместима с литием. Поэтому Итер сегодня литий себе в камеру пустить не может. Мы конструируем машину, коллеги из НИФа конструируют так, чтобы там были те материалы, которые в принципе с литием могут жить совместно. нержавеющая сталь и так далее. Значит, вот такой ответ на этот вопрос. Будем и в Итере это анализировать. Я думаю, что решение будет Совет Итер принимать в июне месяца о том, какая первая стенка будет в Итере. Спасибо. И вот еще один вопрос дистанционного участника Алексея Владимирович Жиркин. Каковы функции экспериментальных бланкетов на ближайшее время? Это вот последний будет вопрос. Экспериментальный бланкет я ни слова не сказал, но он в проекте. В одном из патрубков мы с коллегами из Никита смотрим, как разместить экспериментальные модули бланкета. что такое модули бланкета в нашем российском понимании? Это бланкет будущего гибридного реактора с делящимися веществами. В этот эксперимент в Троиск, в Новую Москву никаких делящихся материалов мы не понесем. Нам никто этого не позволит, нам третий это ограничивает. Поэтому в бланкете есть много технологий, которые надо проверить. Как там будут, скажем, если это жидкометаллический бланкет, как в магнитном поле Токамака, жидкие металлы, с какими скоростями возможно прокачка и так далее. Много таких вопросов. Коррозия. То есть вопросы чисто физико-химические функционирования бланкета, но без делящихся материалов здесь, в ТРТ, будут исследоваться. Вот так сегодня видится задача экспериментов с бланкетом на этой машине. Все, большое спасибо. Еще раз поблагодарим Анатолия Витальевича.